Всем привет, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим про формирование инвестиционного портфеля. Сегодня такая пограничная будет тема, связанная с тем, что стоит делать с Китаем, как я к нему отношусь, как в него инвестирую. И опять же формат проведем нашего сегодняшнего видео вопрос-ответ. В очередной раз приветствую Златову, который задаст, продублирует ваши вопросы и попробуем, соответственно, выяснить, стоит ли сейчас обращать внимание на Китай, как обращать, как его покупать, через что покупать. Обязательно смотрите до конца, если у вас возникают вопросы о глобальной диверсификации своего инвестиционного портфеля. Ну что ж, поехали. Максим, приветствую вас. Давайте начнем сначала, зачем покупать китайские акции в свой портфель. Наверное, единственным правильным ответом может быть то, что мы находимся сейчас в очень турбулентном состоянии, то есть факторов неопределенности достаточно много, и инфляция у нас растет, и ужесточение кредитно-денежной политики. Все больше и больше разговоров о каком-то Армагеддоне, что есть проблемы на долговом рынке, что Европа может столкнуться с большими проблемами, Америка может столкнуться с большими проблемами. И вообще, в принципе, если говорить о той парадигме, которая начинает меняться в 2022 году, суть связана в том, что мы уходим из состояния нормальности, да, как некоторые аналитики это говорят, что значит нормальности. Что стало нормой в мире, это то, что процентные ставки завтра всегда ниже, чем вчера. И то, что происходит сейчас, эта парадигма меняется. Мы переходим наоборот в ситуацию, когда процентные ставки могут быть больше, чем вчера, и даже замедляющаяся инфляция может к этому приводить. То есть неизбежно ужесточение кредитно-денежной политики со стороны всех мировых центральных банков, за исключением, что называется, Китая. И часто возникают у людей вопросы, а как же спастись, а как же предостеречься, а какие активы являются защитными. И здесь нужно понимать, что если у вас происходит смена парадигмы, и вы жили, допустим, предыдущие 40-45-50 лет, в ситуации, когда у вас деньги всегда дешевели, и в принципе все росло, и росли различные классы активов, и облигации, и недвижимости, золото, и акции, то в условиях, когда стоимость денег начинает расти, из факторов, которые могут повлиять на дальнейший рост активов, то есть если стоимость денег растет, облигации падают в цене. То есть начинает расти доходность облигаций, это потеря капитала. Чистая прибыль у компании роста уменьшается, долговая нагрузка увеличивается, стоимость обслуживания кредита растет, что тоже негативно сказывается на финансовых показателях компании. Стоимость денег приводит к тому, что спрос на недвижимость тоже снижается, и цены на недвижимость падают. Поэтому вот очень многие инвесторы, там, Рейдалю в том числе, говорят о том, что единственным возможным спасением это диверсификация. Диверсификация вложения активов по классам, раз, и по рынкам. То есть и вот этот широко диверсифицированный портфель, то есть у вас есть акции китайских компаний, у вас есть акции американских компаний, российских компаний, европейских компаний, есть облигации. Всех эти страновые, это позволяет минимизировать риск, потому что у вас не происходит такого, что все падает сразу в сиюминутно. Да, глобализация в последние 10-15 лет привела к тому, что очень взаимосвязаны все мировые экономики, очень сильно завязаны друг на друге, но тем не менее, действительно доказанным с позиции математического ожидания является диверсификация. И здесь мы говорим о том, что если мы берем, допустим, Америку, то Америка, она сейчас характеризуется тем, что в стоимости акций нет никакой премии за риск. Что ожидаемая реальная доходность в следующие 10 лет по американским акциям, она отрицательная. То есть это значит, что если вы будете инвестировать что в акции американские, что в облигации американские, стоимость активов столь велика, что даже с поправкой на инфляцию, прибыль, которую вы заработаете в этих классах активов, реальная прибыль с поправкой на инфляцию, она у вас будет отрицательной. Минус 1,5-2% по фондовому рынку. Если мы говорим про акции китайских компаний, то здесь ситуация немножко иная. Американские рынки акций, рынок долга находится практически на максимальных значениях и есть откуда падать, то китайский рынок достаточно существенно скорректировался. И если мы возьмем такой принцип формирования портфеля, что у вас конкретной страны должно быть в портфеле столько, сколько ее доля в мировом ВВП, то в этом случае мы понимаем, что доля, допустим, Китая должна быть в инвестиционном портфеле инвесторов в районе 15-20%. Суть сводится в том, что люди большую часть денег, там более 50-70% инвестируют в ту экономику, в которой люди живут. Причем это касается и Америки, и Канады, и Японии, и Европы. В России то же самое, да, то есть большая часть средств инвестируется в акции российских компаний. При этом, если смотреть, доля российских компаний в отношении мирового ВВП, она не столь высокая. Поэтому, резюмируя, да, почему сейчас стоит рассматривать Китай? Китай сейчас стоит рассматривать по нескольким причинам. Во-первых, у китайцев есть куда снижать процентную ставку. Раз. То есть монетарное стимулирование у них преимущественно было за счет снижения объемов резервирования. Второе. За счет того, что очень сильно зарегулирован рынок и то, что мы наблюдали в 2021 году, то есть технологические гиганты в том числе, они там разделялись. Там были определенные ожидания, был страх. И в этом случае, то есть акции китайских компаний очень сильно упали. То есть они упали, там, рост последних 3-4 лет, он просто нивелирован. При этом сами компании за это время изменились очень сильно. Да, возможно, будет регулирование. Да, возможно, будет какое-то дробление, чтобы они не оказывали какого-то существенного воздействия. Да, возможно, будет запрет на какие-то образовательные определенные сферы деятельности. Но, тем не менее, Китай, он такими темпами растет. И он стимулирует внутренние спросы. Поэтому я не говорю, что Китай нужно покупать на всю котлету. Я говорю, что доля Китая, наверное, сейчас должна быть больше, чем доля Америки в фондовом рынке. Ну, то есть в структуре портфеля. По той простой причине, что форвардная доходность, с учетом протекущих процентных ставок и ожидаемых процентных ставок в Америке, она имеет реальную доходность отрицательную. За последние те же самые 10-15 лет имиджен-маркетсы значительно отстали от Америки. Спред, разница между той доходностью на развивающихся рынках в целом и американским фондом рынке в частности, она очень сильно разошлась. То есть американский рынок сильно вырос, имиджен-маркетсы, соответственно, на это не отреагировали. Помимо всего прочего, опять-таки, есть риски инфляции. В этом случае стоимостные компании выигрывают. Здесь интересно как российский рынок ценных бумаг, так и китайский. Везде есть свои специфические риски. И я просто за то, что не стоит инвестировать только в Китай, стоит инвестировать только в Россию. Я думаю, что Китая просто должно быть столько, сколько его доли сейчас в мировом ВВП, в структуре инвестиционного портфеля. Я был бы очень осторожен, наверное, с облигациями китайскими, но они на самом деле недоступны для российских инвесторов. Если говорить про акции, то акции действительно интересны в 2022 году на, может быть, на 15-20% инвестиционного портфеля. Здесь просто важно понимать, что через что вы покупаете. На прямой покупке я бы воздержался на прямой покупке, потому что, опять же, связано это в первую очередь с инфраструктурными проблемами. Потому что российский инвестор может купить их или в качестве квалифицированного, или неквалифицированного инвестора. Но он покупает в любом случае в депозитарных расписках. И этот риск связан с тем, что акции китайские компании могут исключить из торговли на Америке. И чтобы этого риска не нести, лучше покупать через какие-то дешевые те фонды, которые на себя возьмут издержки, связанные с переводом ценных бумаг с Нью-Йорка на Гонконг. Вот таким образом, наверное, я бы ответил. И скажу честно, я не выделяю каких-то отдельных приоритетов, я не выделяю технологический сектор. Для меня, наверное, наиболее оптимально использовать покупку Китая через индексный фонд. То есть я лично покупаю через Финекс. Да, там, может быть, более высокие транзакционные издержки. Но, посмотрев структуру портфеля Финекс, да, то есть там топ-10 позиций, которые занимают, это все те имена, которые, в принципе, называют большинство аналитиков по Китаю. А с чем связаны риски инвестирования в Китай? То есть не страшно инвестировать в Китай, если у них там конфликт с Америкой или большой внутренний долг какой-нибудь? Да, я не знаю, в принципе, у кого сейчас нет конфликта с Америкой. Это раз. Два. Нужно понимать одну простую вещь, что когда все хорошо, когда все договоренности соблюдаются, когда мировая торговля открыта, когда глобализация открыта, экономика, то в этом случае активы не могут стоить дешево. То есть все хорошо, у всех позитивные ожидания, что доходы будут расти, зарплата будет увеличиваться, вера в завтрашние дни и потребление, и это приводит к росту экономики. Когда же растут риски, риски связанные с торговыми соглашениями, с военными какими-то рисками, геополитическими, то активы тогда, хорошие активы продаются со скидкой. И если у вас диверсифицированный портфель, вы не нарушаете принцип диверсификации. То есть вообще диверсификация по различным рынкам, она как раз-таки позволяет иметь стабильность. Поэтому добавить сейчас на 15%, если вообще Китая нет, добавить сейчас на 15%, я думаю, это хорошая история. Если опять у людей следует принципы диверсификации, если есть доступ к нашему сервису всесезонного портфеля, я на своей практике могу сказать, что весь 2021 год он прошел под эгидой того, что в рамках всесезонного портфеля мне приходилось продавать Америку, мне приходилось продавать сильно выросший российский рынок ценных бумаг и покупать китайский рынок. Да, это приводило к убыткам на самом деле на конец года, потому что китайский рынок продолжал снижаться. И Китай по-прежнему сейчас минусит, но при этом та прибыль, которая у меня была образована за счет акций российских компаний, за счет акций американских компаний, она была перераспределена в акции китайских компаний, которые упали на 20-30% автоматически. Сейчас происходит обратная история, то есть ситуация, связанная с проблемами, назовем это так, с Украиной, ухудшение вот этого геополитического фона, падение акций российских компаний и небольшого восстановления китайских происходит обратная история, связанная с тем, что сейчас Китай начинает приносить определенный плюс. И этот плюс позволяет покупать сильно упавшие активы в России. Поэтому я еще раз здесь могу призвать, что покупка Китая через всесезонный портфель, через регулярную реабилансировку. А почему фонды все-таки безопаснее, чем конкретные акции? В первую очередь это связано с рисками инфраструктуры. То есть сейчас выйдет приказ коммунистической партии всем китайским компаниям покинуть американский рынок ценных бумаг. Соответственно, они не будут торговаться на американском рынке, и их сложно будет продать. То есть человек может столкнуться с тем, что у него открыт счет в Айби или в Акзанте. Компания делистингуется с биржи. Да, его акции сохранятся, но ему нужно будет проделать большую работу, связанную с работой с депозитарием. То есть ему нужно будет открыть счет или площадку в Гонконге и с американского счета перегонять на китайский счет. Вот это первая история. Вторая, это касается именно китайских компаний. И связано это с тем, что доверие к информации, финансовой отчетности в первую очередь, которую публикуют китайские компании, лично у меня оно такое очень настороженное. То, что они пишут, то, что они рисуют, потому что они просто могут писаться для того, чтобы отчитаться перед коммунистической партией. И это очень серьезно затрудняет самостоятельную фундаментальную оценку компаний, потому что доверие к этой информации, наверное, как и в российских компаниях тоже, кстати, оно такое настороженное. И в этом случае есть какие-то некомпенсируемые риски, которые присутствуют здесь. И покупать лучший индекс. То есть широко диверсифицированный топ 50 компаний китайского рынка. Что если одна, кто-то там балуется с отчетностью, но, может быть, все-таки все 50 и не балуются. То есть это вот именно некомпенсируемый рыночный риск, который присутствует, лучше его отрабатывать через индекс. Я для себя так решил. То есть меня могут обвинить, что, допустим, на российском рынке я выбираю отдельные истории. На российском рынке этот некомпенсируемый риск присутствует в портфеле, на китайском не присутствует. Но здесь это лично мой выбор, и поэтому я говорю, что здесь я не хочу не с тем, а покупаю через фонды. Инфраструктуру нужно поменять. Это проблема провайдера ETF, покупка широкого индекса, не отдельно взятой бумаги. Как там будет делать? Я просто не принимаю на себя эти риски, но при этом не находиться в Китае сейчас это неправильно. Потому что, опять-таки, преимущества есть определенные. То есть отдел есть куда падать по процентной ставке вместо того, чтобы ужесточать. Могут заставить даже пенсионные фонды покупать акции, оказав какую-то определенную поддержку. Уже существенное падение по акциям произошло. По цене, которую нужно заплатить, она гораздо привлекательнее, чем еще год-полтора назад. Ну и, соответственно, инфляция. Очень важный момент. Инфляция в Китае замедляется, в отличие, допустим, от инфляции, связанной с еврозоной, с Америкой. Но там есть другая немножко проблема, которая останавливает такой агрессивной покупки по Китаю. То есть ситуация, связанная с тем, что если во всем мире ситуация, связанная с ковид, со вспышками пандемии, она обуславливалась тем, что все-таки люди переболели, получили какую-то определенную вакцину и вырабатывается коллективный иммунитет, в Китае все решали достаточно жестко. То есть там просто закрывали полностью область, и то есть они купировали это. И есть риск, связанный с тем, что фактически там нет выработанного коллективного иммунитета в стране с численностью двух, может быть, даже миллиардов людей. То есть вопрос, если они будут опять это закрывать, ну опять же локально, и это будет дальше распространяться, то вот эти глобальные проблемы, связанные с разрывом цепочек поставок, они могут и дальше продолжаться. То есть это негативно может повлиять. Поэтому уровни интересны, но риски опять-таки присутствуют. Но с другой стороны, не было бы этих рисков, не было бы таких уровней. Друзья, если у вас есть акции китайских компаний в портфеле, пожалуйста, напишите в комментариях, да или нет. Может быть, назовете какие-то тикеры конкретные с обоснованием, почему они у вас включены в инвестиционный портфель, и какова доля Китая в вашем портфеле, а если покупаете ETF, то что это за ETF непосредственно. Друзья, это будет очень ценно и полезно не только мне посмотреть, но и всем нашим подписчикам, потому что я за то, чтобы развивать инвесторское мышление. Если нас будет становиться больше, если это будут обоснованные мнения, если люди будут получать эти мнения на канале, и канал станет площадкой для обмена подобного рода мнения, я буду очень счастлив. Пожалуйста, обязательно в этом случае делитесь и оставляйте комментарии. для нас действительно ценно и полезно. И это еще раз к вопросу о создании потребительской ценности. Отдайте что-то интересное, ценное, что у вас есть людям, да, как в том мультике получается, да, то есть делай добро и бросай его в воду. Призываю к этому, оставляйте комментарии, буду рад их почитать, прокомментировать, и это может стать основой для создания новых видео. У меня же на это все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok